Привет, друзья! Сегодня я продолжаю тему дешевых, дорогих и необычных чипсов. А если вы еще не видели прошлый выпуск, то ссылочка будет в описании. Так выглядит упаковка чипсов Nachos Original. Фирма-производитель называется Santa Maria. Масса данной упаковки 185 грамм. В составе мы видим кукурузную муку, подсолнечное масло и соль. Больше, в общем, здесь ничего не указано. Ну а стоимость такой упаковки составляет 176 рублей 6 копеек. Ну и давайте посмотрим, как выглядят такие чипсы. В общем, я всегда думал, что чипсы Nachos имеют треугольную форму. А здесь еще написано, что это чипсы оригинальные, но форма, как мы видим, круглая. Сейчас попробую на вкус эти чипсы. Ну, по вкусу, вообще говоря, никаких приправ не чувствуется. Здесь на самом деле чувствуется только лишь одна кукуруза, и они немножечко такие солененькие. По вкусу это, надо сказать, обычные кукурузные хлопья без сахара. Если сахар из этих хлопьев убрать, а посолить их просто, то на вкус получится то же самое. Ну и как мы видим, на картинке нарисовано, что эти чипсы лучше кушать, если на них сверху положить, допустим, вот тут мясо какое-то положенное и овощи. Получается, что вот эти чипсы лучше есть и вот в таком вот виде. Ну и на самом деле, если их есть и просто без всего, то во вкусе это самые обыкновенные кукурузные хлопья. Ничего, в общем, особенного нету. Хотя стоят они очень дорого. Так выглядят фреш-чипсы, овощной микс. Ну и судя по названию, сделаны они из овощей. Сделаны они из помидора, огурца, лука, перца, свеклы, моркови и содержат, как здесь указано, огромное количество полезных микроэлементов. А делают такие чипсы в городе Сочи. И стоит такая одна пачечка чипсов аж целых 150 рублей. Ну и давайте посмотрим, как же выглядят эти овощные чипсы. Это чипсы из помидора. Сейчас я их попробую. Ну, по сути дела, это обыкновенный помидор сушеный. Ничего такого особенного во вкусе нету. Немножечко такой кисленький. Ну, а это у нас свекла. Сейчас я попробую из свеклы чипсы. Ну, я так предполагаю, что эти чипсы называются фреш, потому что их не жарили, а просто засушили. Ну, а так, сушеная свекла, ну, в общем, ничего такого особенного вкусного нету. Но тот, кто любит овощи, я думаю, тому могут они и понравиться. Ну, а это, по всей видимости, сладкий перец. Сушеный сладкий перец, надо сказать, вообще невкусный. Это чипсы из морковки. Ну, сушеная морковка, в общем, она, конечно, в свежем виде гораздо вкуснее, чем вот в таком. Но это, я так думаю, наверное, огурец. Сейчас попробую. Хотя больше это похоже на вкус лука. Ну, так, ничего особенного. А это, по всей видимости, огурец, наверное, я так думаю. Ну, вообще, говоря, сложно сказать, что это такое было, в общем, до того, как это высушили. Ну, в общем и целом, ну, такие чипсы на любителя. Может быть, тот, кто вегетарианец и ест только овощи, ему, может быть, и понравятся. Мне лично они особо не понравились. И стоят они 150 рублей, это довольно-таки дорого. Это следующая упаковка с очень необычными чипсами. Чипсы из нута. Томат и базилик. Eat Real. Состав мука из нута. Рисовая мука. Картофельный крахмал. Растительное масло. Кукурузная мука. Приправа томат и базилик. Ну, и, в общем, куча еще других компонентов идет. Изгодовитель. Лакми энд солнц. Великобритания. И посмотрим, как они выглядят. По форме они больше похожи на ракушки. Вот такие есть макароны. А стоимость этих чипсов 99 рублей 99 копеек за упаковку. А масса упаковки 45 грамм. Ну, что ж, сейчас я попробую и скажу, что же они представляют из себя на вкус. Ну, по вкусу эти чипсы довольно-таки интересные. Очень сильно ощущается вот это вот то, что сверху посыпано. То есть, здесь томат, базилик, в общем, приправы. Также чувствуется, что они обжарены в масле, потому что вот сверху они такие жирненькие. Но, допустим, если сравнить с обычными чипсами, то я бы сказал, что они на любителя. Так, в принципе, попробовать их можно, но чего-то такого сверхъестественного в их вкусе нету. Потому что все равно вот это вот чувствуется то, что они сделаны не из настоящего картофеля. Они сделаны вот из этой вот муки. Поэтому, конечно же, вот, допустим, обычные картофельные чипсы, они вот лично, по моему мнению, они вкуснее будут. Так выглядит упаковка чипсов, сделанных из банана. Называются эти чипсы V-Bites. Масса этой упаковки 36 грамм. Ну, а стоит такая упаковочка 59 рублей 99 копеек. В составе мы видим только лишь сушеный банан, сахар и растительное масло. Делают такие чипсы в Таиланде. Ну, и вот такое количество чипсов содержалось в этой упаковке. В принципе, наверное, банановые чипсы многие уже пробовали. Но сейчас я посмотрю, каковы на вкус именно вот эти чипсы. Ну, надо сказать, что это обыкновенные банановые чипсы. Сделаны они качественно. Вкус приятный такой. Немножечко, видимо, что они еще с сахара добавили. Они такие сладковатые. Обычно я все равно картофельные чипсы лично мне нравятся больше. Это упаковка чипсов Лейс со вкусом сметанной зелень. Масса упаковки составляет 80 грамм. Стоит упаковка таких чипсов 51 рубль 59 копеек. Но по акции со скидкой она составляет цена всего лишь 38 рублей 49 копеек. В составе мы видим картофель, растительное масло, ароматизатор, луковый порошок, листья петрушки, чесночный порошок, сырный порошок, сметанный порошок, сухая молочная сыворотка, сахар, усилитель вкуса и аромата, кутамат натрия. Также продукт может содержать незначительное количество глютена, сои, порошка, рыбы. Также морепродуктов и ракообразных. Изготовителем является ООО Фрито Лей Мануфактуринг, Россия, Московская область, город Кашира. По внешнему виду смотрится очень аппетитно. Сейчас я попробую. Ну и по вкусу это тоже очень приятные чипсы. Они такие нежные, легко раскусываются, легко жуются и очень такие хрустящие. В общем, такими чипсами я очень даже доволен. Это чипсы со вкусом сметаны и лука, производителя 365 дней. Продаются такие чипсы в ленте. Масса упаковки 90 граммов. Стоит упаковка таких чипсов 29 рублей 99 копеек. Изготавливают такие чипсы ООО Рускарт. Это у нас Россия, город Москва. В составе мы видим картофель специально приготовленный. Это картофельные хлопья, картофельный крахмал, соль, регулятор кислотности, лимонная кислота. Масла растительные, рафинированные, дезодорированные, соевые. Также есть пальмовое масло. Пищевая добавка сметаны и лук, которая состоит тоже из различных порошков. И усилителя вкуса и аромата. Также еще есть цельное сухое молоко. Сухое масло, сахар, лактоза, пальмовое масло. С молочным белком и глюкозным сиропом. Ну а также еще есть ароматизаторы. Зелень, агенты антислеживающие. Регулятор кислотности. Краситель. И пшеничная крупа. В общем состав очень большой. Ну и вообще я заметил, что чем дешевле чипсы, тем у них состав более длинный. И там большее количество содержится различных вредных добавок. Ну и вот так вот выглядят эти чипсы. И если мы посмотрим более детально, то мы увидим, что эти чипсы сделаны не из целиковой картошки, а из картофельного порошка. Если вот допустим сравним с чипсами Лейс, то чипсы вот эти Лейс сделаны из натурального картофеля, а вот эти вот чипсы сделаны из обезвоженного картофеля. Ну сейчас я их попробую. Ну надо сказать, что чипсы вполне приятные на вкус. Но конечно же чипсы Лейс вот из натурального картофеля мне понравились больше. Разница в цене не особо большая. Эти чипсы стоят всего лишь на 10 рублей подороже. Но по вкусу они мне больше понравились. Так выглядит упаковка чипсов начос со вкусом сыра. Здесь состав уже более длинный, чем у чипсов, которые идут без всяких добавок. Зерно кукурузы, вода, масло подсолнечное, ароматизатор, усилитель вкуса и аромата, натуральный вкус и ароматические вещества, сырный порошок, луковый порошок, чеснок, порошок, регулятор кислотности, жир растительный, краситель, агента антислеживающий и антиокислитель Е319. Изготовителем является ООО Mission Foods Ступино. Московская область, Ступинский район, город Ступино. Масса этой упаковки 150 грамм. Стоимость упаковки таких чипсов составляет 50 рублей. Ну, по внешнему виду эти чипсы выглядят неплохо. Форма у них действительно вот такая треугольная, как и должна быть у чипсов начос. Ну, сейчас попробую на вкус. По вкусу, надо сказать, они более приятные, чем чипсы начос, которые идут без всяких добавок, только лишь с одной солью. Зато и состав более длинный, там больше всяких нехороших добавок, поэтому, в общем, они более вредные. Это очень недорогие чипсы, московский картофель со вкусом сыра. Масса данной упаковки 30 грамм. Ну, а стоят такие чипсы всего лишь 13 рублей 70 копеек. Изготовителем является общество с ограниченной ответственностью «Московский картофель». Это у нас Россия, Калужская область, город Малоярославец. В составе мы видим картофель, масло растительное, ароматизатор, мука пшеничная, мультидекстрин, поселитель вкуса и аромата глутамат натрия, антислеживающий агент, диоксид кремния, эмульгатор, ортофосфат натрия. Состав, в общем, очень длинный и, надо сказать, что здесь очень много различных таких, не особо-то полезных для организма человека содержится вещество. Ну, вот такое количество чипсов содержалось в этой пачке. Сделаны они, надо сказать, из целикового картофеля, то есть ни из какого, ни из порошка. Ну, на внешний вид они смотрятся очень даже неплохо. Сейчас я попробую. На вкус эти чипсы вполне приятные. И вот эта вот, конечно, добавка сыр чувствуется сразу, что полностью она искусственная. Сыр, конечно же, не натуральный, особо никакого натурального сырного вкуса здесь нету. Но, вообще говоря, не хуже, скажем, чем какие-то более дорогие чипсы. В общем, делают эти чипсы вполне качественно. Есть и их приятно. Никакого отвращения, в общем, не вызывает вкус вот от этих чипсов, а также внешний вид вполне приятный. Такими чипсами недорогими я вполне доволен. Друзья, если вам понравился такой обзор, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok